Айова вновь задает тон американским президентским выборам. В понедельник здесь пройдут первые партийные собрания – кокусы, определяющие наиболее вероятных претендентов на пост главы Белого дома. За закрытыми дверями школ, церквей и даже частных домов тысячи активистов голосуют за деликатов от штата, которые поддержат того или иного кандидата на национальных съездах. О своих намерениях не допустить переизбрания Дональда Трампа заявляют 11 демократов. Согласно последним соцопросом, наибольшие шансы попытаться это сделать у бывшего вице-президента Джо Байдена и сенатора Берни Сандерса. Чуть менее популярны в Айове сенатор Элизабет Уоррен и экс-мэр индианского Саудбенда, бывший офицер военно-морской разведки Пит Бутиджич. Активистам предстоит также проголосовать за местное руководство и отдельные партийные инициативы. Подведение итогов кокусов ожидается в ночь на 4 февраля. «Речь идет не совсем о выборах. Люди не просто приходят, когда им вздумается, чтобы заполнить бюллетень и сразу же уйти, как это происходит во время всеобщих выборов. Здесь все начинается ровно в 7 вечера. Идет обсуждение. Избиратели делятся на группы, которые поддерживают того или иного кандидата». Эксперты пристально следят именно за голосованием демократов. Республиканцы фактически уже выбрали своим кандидатом Дональда Трампа. Согласно соцопросам, ни один из его соперников не набирает у однопартийцев и 5-процентной поддержки.